Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и сегодня мы с вами продолжим наблюдать, как с помощью мышления можно по-разному смотреть на, казалось бы, очень однозначные ситуации. Но, по моему мнению, ничего однозначного не существует. И сегодня мы поговорим с вами про развод. Развод, как явление, зачем он необходим? Потому что огромный интерес люди проявляют к слову «развод». И я это заметила именно после того, как развелась сама. Вопросы буквально посыпались так, словно развод – это какое-то невероятное событие, какое-то такое страшное заболевание, редкое, что людей всех интересует. По моему мнению, развод – это абсолютно естественное явление. Ровно такое же, как и свадьба или рождение ребенка. Как вообще жизнь или смерть? Почему люди расходятся? Почему разводы происходят? У многих людей это вызывает такой вообще вот прямо большой вопрос – ну как же так? Особенно, когда люди смотрят на кого-то со стороны и говорят – ну мы же думали, вы такая пара. Я уже говорила о том, что когда люди сходятся, сходятся два человека. Хочется верить, что большинство людей сходятся по любви. Потому что влюблены, потому что хочется быть вместе, потому что есть общие интересы, ценности. Так происходит не всегда. Потому что многие женятся просто как-то на кураже. О таких вещах, как ценности, взгляды на жизнь, развитие, чего ты хочешь, чего я хочу, люди узнают уже позже. И то часто бывает так, что один человек просыпается и начинает развиваться, а другой нет. И тогда ценности начинают расходиться. Удивительно то, что люди, когда идут в брак, очень сильно пытаются удержаться друг за друга. Удержаться, навязать другому человеку свое собственное мнение по какому-либо вопросу. И пытаются всячески скрепить эти отношения. Если говорить про меня, то у меня ничего такого не было. Мне, можно сказать, повезло. Потому что у меня с моим партнером, мужем, было очень много общих взглядов, много общих ценностей. Хотя не все. Наверное, все так вряд ли бывает. И, в общем-то, много интересов взять хотя бы совместный бизнес. Но, безусловно, мы забываем об очень важной вещи, что в классных отношениях можно состоять тогда, когда ты еще сам по себе, как единица, круто развиваешься. Я понимаю, что сейчас для многих это вообще непонятно как. Муж и жена одна сатана, ты должна делать то, что он тебе говорит, вы теперь должны жертвовать чем-то, вы же теперь вместе. Я считаю, что в нынешнее время эта модель неприемлема. Люди должны входить в отношения по одной главной причине. Им хочется быть вместе. И расходиться по причине, когда они понимают, что быть вместе им уже хочется не так сильно. Почему люди расходятся? На самом деле, здесь миллиард различных вариантов. Я могу говорить только про то, о чем думаю, как понимаю я. У каждого из нас есть некое представление про свою жизнь и некие желания. Некие желания как головой, так и через наши ощущения. Если говорить, например, про меня, то я человек чувствующий. Мне важно чувствовать, мне важно гореть, будь это мое дело, которым я занимаюсь, будь это что угодно. Я не хочу дружить с человеком по выгоде. Я хочу с ним дружить, потому что мне с ним классно, потому что мне с ним хорошо и легко. Любовь – это вообще такое понятие. Есть привязанность, есть удобство, есть привычка. Но не стоит путать понятие «любовь мужчина и женщина» как «любовь мужчина и женщина – партнеры», «мужчина и женщина – друзья». Мужчина и женщина – это много разных проявлений. И бывает такое, когда обоим в браке, перерастая разные позиции, нужно одно и то же. Например, проходит время, и люди понимают, что им уже не так важен секс. Я знаю огромное количество пар, у которых после 10 лет жизни про секс уже даже как-то и заикаться смешно. Но людям очень важна ценность, доверие друг к другу. Это безусловно важно. Кому-то наоборот. Не важно никакое доверие, ни хрена. Главное, чтобы все время был регулярный секс. Людям важны разные вещи. И тут вопрос, что конкретно нужно вам? Для меня один из важных моментов является состояние внутреннего горения как женщины. И не знаю, насколько я понятно это объясняю, но я знаю, что огромное количество женщин в себе это состояние тушит. Говорит о том, что так не может быть долго, что так не могут строиться отношения на века и на года, что знать, что твой партнер надежен гораздо важнее, чем испытывать состояние горения, что в некотором возрасте это проходит. И еще раз говорю, что у каждого из нас есть свой набор ценностей. И вы знаете, для меня самым главным является на данный момент честность по отношению к самому себе. Потому что ценности у вас могут быть самые разные. Для кого-то может быть важна надежность, стабильность. Каждый из нас что-то свое называет любовью. Что-то свое называют удобством. Я в какой-то момент поняла, что для меня то, где я нахожусь, не является честным по отношению с тем, где я хочу находиться. Вот просто нечестно. А когда это нечестно к себе, это безусловно нечестно и к близкому для тебя человеку. Потому что мне все-таки хочется верить, что у большинства людей, люди, с которыми они проживают в браке какое-то количество лет, или жизнь, это все-таки близкие люди, которым ты так же, как и себе, желаешь добра. Даже если вам при этом придется пойти по разные стороны. Это всегда очень сложные решения. Если это не решение на обиде, на измене, на чем-то таком, это сложные решения. Потому что мы действительно прирастаем друг к другу кожей. Это правда. И отрывать это гораздо больнее, чем пластырь с какого-то мозоли. Это точно. Это даже больнее, наверное, чем отрывать волосы. Забыла, как это называется. Процедура, к счастью, я ее не делала никогда. Но это больно. Но ведь мы хотим с вами продолжать жить. Мы хотим с вами быть счастливыми. Или какими вы хотите быть. Один из важных вопросов, которые мне задают. А как же дети? Ведь дети же страдают. Ведь как сказать ребенку, что мы расходимся. И браки мы с вами знаем. Эти мемы сохраняются ради детей. Вы знаете, как по мне, гораздо страшнее сказать ребенку, что ты прожил свою жизнь с человеком, с которым не был до конца счастлив. И которого делал несчастным сам. Мне кажется страшнее, когда ребенок смотрит и чувствует, и видит, что что-то не то. Что папа с мамой ссорятся. Что они не хотят друг другом проводить время. Что они не видят, что папа с мамой целуются. Что у папы с мамой есть секс. Например. Они не видят того, что они счастливы. Они не видят того, что родители находятся в кайфе. Как объяснить детям, что такое любовь, если демонстрируешь ты нечто другое. Вы хотите сказать, что трансляция ребенку, что тебе нужно найти партнера надежного. Это правильная трансляция? Что лишить его возможности чувствовать, быть в кайфе, быть счастливым. Совершать какие-то свои поступки, основанные на эмоциях. Это дурня? Возможно, это ваше мнение и позиция. Но как по мне, сказать ребенку правду. Сказать о том, что в какой-то момент так бывает, что люди расходятся. Что у меня есть мои отношения с этим мужчиной. А у тебя есть свои отношения с твоим папой. И мы будем строить их по-разному. Потому что твои отношения с папой, вне зависимости от того, какие они будут у меня. Они всегда будут твоими. Неужели вы видели, что все отношения, где папа с мамой живут хорошо, это всегда идеальные отношения между папой и ребенком? Это не имеет к этому ровным счетом никакого отношения. Поэтому все эти ваши страхи, отмазки, это все то самое вранье самому себе, о котором я говорю. Часто в браках люди остаются и боятся развестись, именно потому что страх остаться без денег, одной, страх неверия в себя, что как же так, у меня ничего не получится, то, что скажут люди. Все это всего лишь показатель того, что вы себя-то недоработали. Что вы вошли в этот брак и прячетесь в нем, как в бункере. Вы с собой ничего не делаете. Вы сидите и надеетесь, что все как-то произойдет. И все свои печали, огорчения и разочарования сбрасываете на жизнь в целом и на своего партнера, который не тот, не так, а вы такая жертва. Развод – это абсолютно естественный процесс. Их в жизни может быть ни один, ни два, сколько угодно. Точно так же, как и новых потрясающих встреч. Как по мне, лучше испытывать счастье, любовь, ощущение жизни, кайфа столько раз, сколько вы сможете это получить, столько раз, сколько предначертано вам или сколько вы выберете. Но проживать свою жизнь в счастье, а не в том, чтобы отравлять жизнь другого человека своей нелюбовью, своей злостью, своей агрессией, своим непринятием, своей сбрасыванием личной ответственности за то, что что-то в вашей жизни не так. Я много лет боялась развода, потому что много лет боялась говорить себе правду. И это тоже нормально. Это часть моего взросления, моего личного пути. Когда я начала уже так плотно заниматься осознанностью, когда в моей жизни появился мой же марафон «Рерайтер жизни», это было очень интересно, потому что я прекрасно понимала, что с появления «Рерайтер жизни» в моей собственной программе, мне придется посмотреть в те места, в которые было страшно смотреть, в те места, в которые всегда страшно заглядывать. Но я понимала, что по-другому нельзя поступить, потому что иначе я пойду в ложь. А ведь мне еще не так много лет, и у меня впереди еще огромный путь. И у моего партнера тоже. И что единственный способ сохранить лучшие отношения – это пойти в честность. И даже если наши пути разойдутся, как в результате это и произошло, это будет гораздо более экологичным по отношению и к нему, и ко мне, и к жизни в целом, нежели мы бы пытались что-то придумывать, врать и строить что-то на руинах, где строить ничего невозможно. Это мои мысли по поводу развода. Мне будет интересно услышать ваши. Оставляйте свои комментарии. А если вам сегодня сложно, вы находитесь в поисках себя, и сегодня что-то происходит в жизни сильно болезненное, или наоборот, желающая реконструкции чего-то нового, я всегда буду рада вас видеть на своем марафоне «Рерайтер жизни».